Почему на православный крест ставят косую перекладину и что она значит? Известны несколько вариантов данных святых предметов. Чтерконечные, шестиконечные, семиконечные и восьмиконечные. Скошенная перекладина имеется лишь на кресте православном. Ее можно увидеть на восьмиконечном кресте, он известен как русский православный крест, и на шестиконечном кресте, который именуется просто как русский крест. Православный крест наиболее точно отражает форму того креста, на котором был распят Иисус Христос. Католические и протестантские представляют собой только две перекрещенные под прямым углом перекладины. Восьмиконечный крест с косой нижней перекладиной появился в VI веке, его еще византийцы изображали на фресках и иконах. Потом крест закрепился в русской православной церкви, став отличительным символом русского православного христианства. Впервые восьмиконечный крест появился на куполах православных церквей в 1551 году. Инициировал этот процесс Иван Грозный, и он же стал использовать изображение восьмиконечного креста на государственной символике, в том числе и военной. Восьмиконечный крест с косой перекладиной помещался на геребе русского государства с 1577 по 1625 год, когда был заменен на третью корону. На некоторых летописных миниатюрах и иконах русские воины несут красные или зеленые, а возможно и синие стяги, с изображением креста Голгофы. На знаменах балков 17 века также помещался Голгофский русский православный крест. Очень быстро такой крест распространился по всей России, и вплоть до наших дней используется повсюду. Семиконечный крест. В этом случае присутствует классическая перекладина для рук, перекладина под ножья, а вот табличка с надписью располагается в самом верху креста, либо совсем отсутствует. Иногда на этом типе крестов изображают еще и терновый венец. Равносторонний крест часто ставился на куполах церквей в период дороскола русской церкви. Раскольники стали всячески хулить четырехконечный крест. Чтобы снять напряженность, Иван Грозный повелел ставить на православных крамах восьмиконечные кресты. Когда страсти поутихли, стали устанавливаться и те, и другие. Православная церковь принимает любую форму креста. Точку в этом вопросе еще в IX веке поставил известный теолог, византийский монах Фюдор Студит. Он писал, что для христиан любое изображение креста является приемлемым. Главное – крестообразная форма, а остальные детали допустимы различные. Студит воспевал крест как главный образ для христиан. Святитель Дмитрий Ростовский ставит точку в споре. Отмечает, что Иисус Христос на Голгофу нес четырехконечный крест. Цитлу с надписью «Иисус Назарий, царь Иудейский», которую отображала верхняя перекладина креста, и опору для ног стояла, изображаемую наклонной перекладиной, прикрепили только на горе, перед казнью. Поэтому спор о правильности формы креста беспочвен. Любая из них исторически достоверно изображает крест крестов, но несет только различную смысловую нагрузку. Восьмиконечный крест стал олицетворять византийскую церковь, а в обращенной четырехконечной – римскую. Когда смута была изжита, шестиконечный крест был убран из обихода, оставшись лишь в ветких храмах как элемент дектора. Назначение верхней маленькой планки над головой Иисуса известно. Согласно тексту Евангелия, те, кто казнил Христа, издеваясь, прибили над его головой планку с надписью первого буквосного сочетания «Иисус Назарянин, царь Иудейский» и «Н-Ц-И» в зависимости от алфавита православной страны. Обычно на таких планках в Римской империи указывали сокращенное обозначение преступления, за которое человек был казнен. По Евангелию мучители Христа хотели его таким образом унизить, подчеркнуть, что он самозванец, а потому беспомощен перед казнью. Такая верхняя планка есть только на православном кресте, но на картинах и иконах ее можно увидеть и в католических, и в протестантских странах. По поводу же нижней косой планки мнение расходится. Большинство теологов считают, что она имеет не буквальное, а символическое значение. По Евангелиям рядом с Крестом были распяты два разбудника. Один из них мудрох ожесточенного рукава Христа, хулил Бога, а второй раскаялся и попросил Христа помолиться за его пропадщую душу. Поэтому в философском и религиозном смысле косое подножие имеет функцию весов благочестия, мерило духовного развития разбудника. Раскаявшись на кресте, этим последним своим поступком перевесил чашу. Его душа, благодаря молитвам и заступничеству Христа, полетела вверх, к Богу. А второй отправился вниз, в ад. С этой точки зрения, касая черта на православном кресте, напоминание верующим, что никогда ничего не потеряно. Раскаяться и спастись человек может, уверовав и очистив душу до последнего момента. Вопросы.